Всем доброго дня! Это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Домогацких, 8 класс. География России. Параграф 25. Природные комплексы России. Вспомните, какие природно-территориальные комплексы вы знаете. Ну, лес, река, степь, пустыня, горная долина. Гора природно-территориальным комплексом не является, а вот горная долина является. Природно-территориальный комплекс. Третий год вы изучаете географию. Третий год в учебниках географии вы находите параграф с таким названием. Природный комплекс. Это не повторение одного и того же. Природный комплекс. Понятие настолько емкое, то есть включающее в себя настолько много всего, что каждый раз найдется что-то новое, что можно о нем сказать. В шестом классе вы просто узнали, что это такое. В седьмом подробно изучили природные комплексы, которые можно встретить на разных материках. Что же будет в этом году? Сейчас мы об этом поговорим, но начнем с определения. Природный комплекс или природно-территориальный комплекс, сокращенно ПТК, территория, в пределах которой существует определенное закономерное сочетание взаимосвязанных компонентов. Проще говоря, в лесу под Москвой увидеть льва крайне маловероятно. Ну не водится, здесь львы. Здесь лисы, какие-то мелкие, может быть волки, хотя волков по-моему нету. То есть вполне такое четкое и закономерное сочетание всех компонентов. Этими компонентами являются климат, рельеф, горные породы, поверхностные и подземные воды, растительность, животный мир. Их сочетание делает каждый ландшафт, каждый пейзаж планеты неповторимым. Природные компоненты связаны между собой на основе взаимного влияния друг на друга. Иногда это влияние очевидно. Так, климат вполне понятным образом влияет на характер растительности, а та, в свою очередь, во многом определяет тип почвы. Рельеф является важным климатообразующим фактором, но и сам изменяется силами выветривания, которые связаны с климатическими процессами. В других случаях определить, в чем заключается такое влияние, уже труднее. Например, установить влияние животных на почву или рельеф не так просто, но оно есть. Легко увидеть, что роль различных природных компонентов не одинакова. От рельефа и климата, например, облик природы зависит полностью, тогда как роль животных или горных пород может быть относительно небольшой. Ну, проще говоря, увидеть какие-нибудь тропические лианы где-нибудь в тундре невозможно. Климат влияет очень жестко в этом отношении. Именно поэтому климат-рельеф являются главными определяющими компонентами природного комплекса. В формировании одних природных комплексов, например, природных зон, главную роль играет климат, а в других – рельеф. Отсюда следует наличие на нашей планете двух видов природных комплексов. Облик зональных комплексов определяется климатом, который, в свою очередь, подчиняется законам географической зональности. Зональные комплексы – тайга, тундра, арктические пустыни, степь, полупустыни, широколиственные леса – это те самые зональные комплексы, которые в целом следуют именно закону широтной зональности. Но рельеф может повлиять на тот или иной, там, ну, то, где, какой комплекс, как будет широко распространен. Так, поэтому смена ландшафтов закономерна. Что касается азональных комплексов, то есть есть зональный а, азональные комплексы, они формируются под влиянием рельефа, и их размещение и смена не связаны с законом зональности. Проще говоря, где-нибудь горная долина, находящаяся на широте, например, широколиственных лесов, но при этом находящаяся на высоте километра, она будет больше соответствовать таежным лесам. Вот четкий пример именно азонального комплекса, что вроде бы зона широколиственных лесов достаточно теплая, но высота горной долины в километр тут же дает минус 6 градусов средней температуры, и это уже таежные леса. В любом крупном природном комплексе, зональном или азональном, можно выделять природно-территориальные комплексы меньшего размера, или, как говорят, более низкого порядка. Например, западно-сибирская равнина является огромным природным комплексом. Долина реки Аби, протекающей по этой равнине, это природно-территориальный комплекс меньшего размера, входящий в состав большего комплекса равнины. В самой долине Аби можно выделить природные комплексы днища долины, природные комплексы ее склонов. Проще говоря, упавшее дерево в лесу уже является очень маленьким, но отдельным природно-территориальным комплексом, входящим в состав отдельного комплекса этого самого леса. Так, зональные и азональные природно-территориальные комплексы России. Мы приступаем к изучению природы России. Сначала мы познакомимся с зональными природно-территориальными комплексами, а затем с азональными. Зональные ПТК – это природные зоны. Природными зонами называются части земной поверхности, характеризующиеся сходными почвенно-растительными и климатическими условиями. Ну, проще говоря, зональные ПТК – это та самая арктическая пустыня, тундра, тайга, то есть это вот те самые зональные комплексы. На территории России можно встретить все природные зоны арктического, субарктического и умеренного поясов. Арктические пустыни, тундру, лесотундру, лесную зону, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Большая протяженность страны с севера на юг и наличие обширных равнин предопределяют четкую природную зональность в ее пределах. Особенно хорошо зональность выражена на просторах Восточноевропейской и Западносибирской равнин. А зональными комплексами являются те самые крупные природные районы, которые мы выделили в начале учебного года. Восточноевропейская равнина, Кавказ, Урал, Дальний Восток. Конечно, каждый из крупных природных районов состоит из природных комплексов более низкого порядка. Некоторые из них мы также рассмотрим. Повторим главное. Природным комплексом называют территорию, в пределах которой существует определенное закономерное сочетание взаимосвязанных компонентов рельефа, климата, растительности, животных и т.д. Различают зональные и озональные природные комплексы. Облик зональных природных комплексов определяется климатическими условиями, а озональных – рельефом территории. На территории России можно выделить следующие природные комплексы – арктические пустыни, тундру, лесотундру, лесную зону, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни. Территорию России можно разделить на 9 крупных природных районов – островную Арктику, восточноевропейскую равнину, северный Кавказ, Урал, западную, среднюю и северо-восточную Сибирь, горы Южной Сибири и Дальний Восток. Что такое природный комплекс? Это территория, в пределах которой существует очень четко выраженное, закономерное сочетание взаимосвязанных компонентов. Проще говоря, равнина с лесами, например, то есть как восточная, например, европейская равнина. То есть это те самые четко взаимосвязанные компоненты – рельеф, климат, растительность и т.д. Перечислите компоненты природно-территориального комплекса. На первом месте климат, на втором месте рельеф, а вот дальше уже могут идти, например, почвы, растительный мир, животный мир, даже осадки могут немного учитываться. Что такое природная зона? По сути, природная зона – это то же самое, что и природный комплекс. Просто природная зона немножко меньше, чем сам по себе комплекс. Комплекс может включать очень большую территорию. А природная зона – это леса, это конкретные районы полустепей, это районы, например, речных лугов. То есть это вот уже есть природная зона. В чем проявляется влияние отдельных компонентов природы на облик природно-территориального комплекса? Ну, например, климат, безусловно, очень сильно влияет. В Арктике не могут быть какие-нибудь тропические или экваториальные растения. Сильно влияет рельеф, потому что если рельеф препятствует, например, осадкам, то, естественно, что климат уже не сможет серьезно оказать какое-то более серьезное влияние на природный комплекс. То есть если, как в Австралии, например, там засушливый климат. Просто потому что рельеф мешает прохождению осадков. В принципе, растительность и животные, они уже в гораздо меньшей степени оказывают влияние на природно-территориальные комплексы. Если, конечно, не появляются вдруг завезенные человеком какие-то новые, очень сильные виды, которые начинают уже сильно влиять на окружающие растения, как это было в Австралии. Когда туда завезли животных с Евразии, и эти животные оказались намного сильнее, чем местные, и очень быстро стали вытеснять местных животных в другие районы. Так, пользуясь рисунком 103, ответьте, какой из компонентов природы играет в природном комплексе наименее, то есть самую малую из ролей? Ну, на самом деле, глядя на вот эту схему, здесь довольно-таки сложно подобрать, что же так глобально влияет на окружающее. И здесь получается, что наименьшее влияние, а такого просто нет. Они все достаточно сильно связаны между собой. Поэтому нет здесь наименьшего влияния, по сути дела. Есть только то, что климат и рельеф, они имеют наибольшее влияние. А все остальное связано напрямую в полном объеме между собой. Опишите взаимное влияние любой пары природных компонентов друг на друга. Ну, опять-таки, поднимемся к этой схеме и посмотрим, что здесь можно увидеть. Ну, вот, например, вода и почва, они более чем напрямую связаны между собой. Как видите, почва влияет на воду, потому что от почвы зависит, насколько хорошо вода будет задерживаться или проникать вглубь этой самой почвы. В свою очередь, сюда же идет, что вода также оказывает сильное влияние на почву. Она, если ее много, то она будет подтапливать, почва будет становиться намного худшего качества. Если ее мало, то же самое. То есть, воды должно быть строго определенное количество. Все это будет очень сильно влиять друг на друга. В пределах каких природных зон и крупных природных районов расположены города Москва, Новосибирск, Салихард и Диксон? Москва и Новосибирск в целом расположены в зоне смешанных лесов. Салихард это уже ближе к зоне тундры, а Диксон это и вовсе побережье Северного Ледовитого океана и это зона арктических пустынь и полупустынь.